Приветствую вас, друзья! Надеюсь, вы успели удобно разместиться, взять с собой хорошее настроение и приготовиться к просмотру продолжения португальской кампании. Я решил немножко предзаписать, помню, я в прошлой серии оставил на вас задание, такое ваше впечатление сказать о том, какую из идей мне стоит принимать следующие. А это событие, важность принятия идей, оно подстерегает нас уже, да, уже через три года придется нам этим озаботиться. Ну, а пока что мы с вами будем переживать последствия того, что мы сделали, а именно, скушали Видженагар. С одной стороны, последствия негативные в азиатском регионе, но очень позитивные в европейском. Естественно, благодаря тому, что они покидают коалицию против нас, европейцы. А вот азиаты, наоборот, вступают в эту коалицию. Венецианский флот, как гордо звучит. Вы знаете, Великобритания уже не выигрывает войну. Они с Норвегией заключили перемирие, а может быть из-за этого, кстати, счет немножко обнулился. Так как мы войну никому объявить не можем, мы сейчас единственное, что подождем дипломатов, посмотрим, чем они у нас заняты. Через 25 дней один прибудет, 63, 147, октябрь, ага, тут скоро закончит. Улучшать отношения с Пизой. У нас и так хорошие отношения. Давай, дружок, тоже возвращайся назад, и мы будем заниматься другими вассалами. Базовый налог, престиж на 10. Нет, лучше базовый налог, конечно же. А какими именно вассалами мы попробуем вот это вот вкусное действие присоединить к нам мирным путем. Со временем хорошо вступает военную коалицию. Ну да пусть, пусть будет. Вы пока доберетесь до моих территорий. Я еще успею заставить вас пострадать. Нужно только распределить своих воинов так, чтобы... Может, вот так сделаем. А этих ребят... Кстати, эти ребята мне тут не все нужны. Вот караки мне тут вообще ни к чему. Как и каравеллы, в общем-то. И мне показывали уже, как отделить поврежденные корабли. Все. И теперь этот флот может защищать торговлю в Малаке. Отправим его туда. Посмотрим, кстати, как это все дело повлияло на Цейлон. Мы тут получили наконец-то хорошую долю. И очень скоро наша прибыль в этом регионе возрастет. 213.477. Да, уже прибыль возросла. В какой-то степени за счет налогов. Налоги у нас больше дукат стали приносить. И в какой-то степени за счет торговли. Торговля у нас тоже где-то на 30 дукат подскочила. Цейлон 8 дукат, а приносил вообще ничего. Севилия 54. Опять мы в Севилии строим. И, соответственно, прибыль возрастает. Так, а что мы хотим? Как там насчет построек? Не хочется тратить очки. Всякого рода. Дипломатические можно потратить. Лимит флота. Это опять же дипломатические очки. Это административные очки. Дипломатические. В арморике строительство идет. И доход от налогов на 20%. Окей. Хорошо. Военные очки мы пока тратим. Ваши комментарии к прошлой серии я прочитаю. Осмыслю. И если вы еще кто-то не отписал по поводу того, какой технологии. Точнее, какую идею следует выбрать. Следующий. То я очень жду ваших советов. Напоминаю, в прошлый раз мы рассуждали о возможной, интересной такой вот идее, как качественной идеей, дипломатической идеей. Может быть, вы мой выбор не одобрите. И у вас будут другие советы, что я, в общем-то, и буду ждать. Так, со строительством разобрались. Немножко постройки, точнее, продолжили. Так, дипломатия. Отношения. Улучшить отношения. Второго дипломата можно отправить, улучшать отношения к этому парню. Сделать его вассалом, а потом присоединять, присоединять и присоединять. Это наши, кстати, кораблисимусы наши. Это все торговые суда, все 17. А 18 тогда кто? Ранний фрегат, который у нас на строительстве находится. А армию мы хотели поделить. И половинку армии отправить, защищать или оборонять нашу территорию вот здесь. Где-то оставить их, если вдруг враг настроен будет с нами повоевать. Когда мы начнем Европейскую войну, эти коалицианты тоже попытаются нашу территорию захватить. Почему бы не дать им отпор достойный? Соответственно, объединяем, ссадим на корабли и отправляем себе в Малак. Виджиан Агар, военную коалицию. Конечно, мы так им зубы пообломали. Чего-чего? Так, свирепость уменьшается и вассал присоединен. Легитимность уменьшается. Авеньон. Теперь оно все наше. И возникает проблемка. Мы чуть-чуть больше, чем нужно. Схватили народа. Десять тысяч кораблей у них. Голиас и торговое судно. Нет, вот тут Голиас, пожалуй, мы отправим на покой. А торговое судно нам пригодится. Тем более, лимита по флотилиям мы не достигли. Где там наши торговые корабли стоят и ждут своего часа? Тут что ли? Да, 25 торговых кораблей тут. А ждут они того прекрасного времени, когда мы объявим войну коалиции против нас. 113 тысяч. Ой, 14 тысяч лишних солдат у нас. Мы, в принципе, можем эту 10-тысячную армию уничтожить. А можем выбрать кого-то другого в кандидаты на уничтожение. Например, нам вот эта тысяча не нужна. Тут 3 тысячи у нас. Ведь Мали наш вассал. И теперь их армия, если что, будет защищать нас. Соответственно, вот эти 3 тысячи нам тоже не нужны. У нас вся армия мигрировала к нашим колониям. Мы, кстати, тут 5 тысяч нужно. Попробуем Камы нанять еще солдат. 2 тысячи и колониста отозвать отсюда. И отправить одного сюда. Без потерь. Предложение заключить военный союз от Норвегии. Норвегия чувствует, что их обглодали. Давайте тысячу туда уведем. И хотят с нами военный союз заключить. Вопрос в том, что не помещаетесь вы в наш график союзов. Ага, местечко есть. Помещаются. Но не для вас. Это местечко, друзья. Это местечко для следующего вассала, которого мы будем присоединять. Так что, ни-ни-ни. Норвегия, это, конечно, неплохо. Военный союз Дании и Россия. Что такое, кстати, Норвегия? И чем она нам поможет? Флот, флотилии, которые будут бить британцев. И армии, которые никуда не придут. Разве что высадка. Нет, друзья. Наверное, мы отклоним это предложение. Я понимаю, что вы будете крайне не рады тому, что мы так сделаем. Да, давайте распустим эту 10-тысячную армию. Получим как раз упор в лимит. Начнем строительство. В наших новых землях и территориях. А также можно построить парочку кораблей, раз у нас есть такая возможность. Только, наверное, нужно эти корабли строить не с упором на европейский регион, а все-таки с упором на азиатский регион. Ибо там нам флотилии понадобится больше. У нас там врагов стало больше. 233-219 в самых эффективных провинциях. Построим 219-219 и 229-3. Как раз, чтобы лимит был. И три военных галеона мы, соответственно, отправим. Я не пойму, что вы тут шаритесь постоянно. Так, что у нас по торговле? 260-219, Малако, Занзибар, Цейлон, Мексика. А что у нас вот в этом регионе торговом происходит? У нас тут прибыльная зона. Я хотел бы выводить отсюда денежку. Так, кто нам, Занзибар, Цейлон, Мексика? Что, с Мексики уберем? Отозвать купца. И отправим его сюда, если можем больше денег срывать. Если можем срывать куш и джекпот, то почему бы нет? Да, да, мы этого ждали. И тут у нас армия подавления уже готова. Упс. Маловато солдат для сдерживания этой колонии. Маловато, к сожалению. Купец, как быстро ты отправишься, дружище. Точнее, придешь в зону назначения. Что-то я тебя уже заждался. Давай, парень. Десять тысяч. У нас тут двадцать одна тысяча. Но только неправильная двадцать одна тысяча. Хотя, учитывая эту армию, справимся. Семь тысяч пехоты. Сейчас с двух сторон подведем. Командующего нет. На им генерала будет стоить слишком дорого. Не хочу тратить на него. Да, у нас тут даже две тысячи справились. Восемьдесят один год. Ну, дружище, ты просто пережить всех решил. Такого старика свет не видывал. Сто сорок Австрия. Те сказать, почти догнала. На двадцать очков тоже уйдем от них. Семьдесят тоже можем добавить двадцать очков. Сестьдесят один, восемьдесят. Десять очков добавили. Двести пятьдесят пять. У нас очки растут быстрее, чем мы успеваем их куда-то влаживать. Это наш торговец. Да, долго идет. Еще один кардинал добавился. И мы получили бесплатного. Со сто девяносто пятью голосами. Своё распоряжение в Курию. Точнее, как кандидат на место в Курии. Уступит восточную Фризию державе Гельдерн. Разорвет все договоры с Великобританией и Нидерландами. И надо заниматься, кстати, нашим присоединением. Сто. Сто. Да, давайте вас присоединять здесь. Повода для войны лишились. Торговец есть. И теперь давайте попробуем посмотреть, что тут у нас, что нам тут светит. Получать прибыль. Перенаправлять прибыль он может только в верхний узел. А это у нас от Antwerpen. Зачем нам оно? Не надо. Флот у нас здесь патрулирует. Соответственно, прибыль, я думаю, будет очень-очень хорошей. Когда нам там объявят, что наш правитель 13 лет. Один год ждем, что ли? Еще один год. Так, 2 тысячи пехоты у нас готово. Дополнительных. Я думаю, тремя тысячами против пяти тысяч туземцев мы-то затащим. Нидерланды как раз покидают коалицию против нас. 12,5 тысяч. Хорошо. Хорошая оборонная позиция. Отправляем ранний фрегат защиты торговли в Цейлоне. Нам бы и в этот регион тоже кинуть парочку кораблей. Там мы, по-моему, уже создали тех кораблей. Или 210 дней. Почти создали. Разбили. Британия высадилась уже и здесь, но война уже закончилась между ними. Так что, как бы все поздновато станет производить рабов. Хорошо. Три военных галеона. Сейчас мы соберем в одном месте. И затем приспокойненько отправим к Индостану. Укрепить наш флот в том регионе, раз у нас там постоянные войны. Ну и видите, ситуация сама собой бредет. Воевать мы ни с кем не можем из-за того, что у нас регенское правление. И за это время мы успеваем отношения наладить. Давайте-ка сюда мои кораблики. Надеюсь, вы не погибнете в плавании. 19 кораблей может и хватить. Кочи теперь наша вера. Хорошо. Кто следующий? По чуть-чуть будем оформлять для себя эти регионы. Декабрь 1672. А место-то пустует. Место для вассала еще одного пустует. Нам срочно нужно кого-то вассализировать. И насчет построек. Давайте посмотрим, как там у нас с метрополиями. Не появилось ли случайно местечко, которое мы можем застроить? К примеру, тем же поместьем. Да, появилось. Поместье это зерно. А зерно это плюс 10% к лимиту армии. А все, построили последняя винодельня. Как раз захватили один регион, где она возможна. Морская мануфактура. А где еще? Ага, вот места. Снасти, рыба и соль. Нам все это важно. Так что строим. Но сначала проверим те регионы, которые отдают нам бонус в торговых узлах. Можно, конечно, кинуть экономическую карту. В принципе, мы будем застраивать все, так что без разницы. Снасти, рыба, соль. Убрали текстильная мануфактура. Реплантации. Реплантации. Хорошо, потратились. 4 или 5 тысяч дукат. Скинули на все это дело. Стабильность уменьшится, но боевой дух армии и защита крепости увеличится. Либо лимит армии возрастет до 1682-го. 72-й, 82-й. Дисциплина. Конечно, мы должны всегда атаковать. К сожалению, стабильность минус 1, но мы готовы теперь к войне. На ближайшие 10 лет. Больше не претендуем. Неприятно. Лишились поводы для войны с Францией. Но с ней мы и не будем воевать сейчас. Так, военные технологии. 10%. Это один год. Так, а у нас модификатор ставка на армию действует. Давайте посмотрим. Забыл я, правда, где смотреть. Где там все наши модификаторы ставка на армию. Модификаторы державы. Мне бы посмотреть, когда. 4 июня 1673-го. То есть мы никак не успеваем. Если берем сейчас за 498 военных очков 22-ю военную технологию то будем платить те же 10%. Плюс один год. Все равно год нужно будет подождать. Ладно, берем. Берем. Повышаем квалификацию наших войск. Сейчас посмотрим, что там у нас в следующем. Будет легкая кавалерия. Будет дана нам. На 14 лет опережаем. Что мы там по военным технологиям вырвались вперед. По сравнению со всеми остальными. 22-20-22. Франция, смотрите, какая. Не уступает нам. 22. Ну и наши союзники тоже хороши. 21-22 Чехия. 18 Польша. Плохой союзник Польша. 21. Ладно, что тут смотреть. К войне мы максимально подготовились. Единственное, что остается, это увеличить лимит войск. Можно еще кораблей настроить. На этот раз давайте... Фрегат? Да, фрегаты. Слушайте, а где-то у нас еще ранее фрегаты плавают. Нам бы их переделать. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте 10 штучек. Переделаем. Всегда будем держать марку в этом смысле. Не отставая от наших конкурентов. Так, у нас тут есть возможность докинуть по 10 очков. Пусть даже не думает догонять. Юкатан, окей. Чтобы подавить этого станя, мы... Можем воспользоваться наемниками. Они будут стоить дороже. А, тут мы их нанять не можем. Это все из-за нашего агрессивного расширения. И, кстати, что вы здесь забыли. Давайте где-то посерединке тоже соберетесь. Чтобы эти территории, если что, контролировать. Дабы с повстанцами бороться. Барк. Зачем нам здесь барк? Давайте мы его вообще отсюда уволим. И попрощаемся таким образом со старьем. Что мой король? Нет пока короля. Никакого права на проход войск. Согласиться. Проходите сколько хотите. Неприятно. Неприятно. 13 тысяч. Идем подавлять это восстание. Сейчас у нас восстание, конечно, задергают. Они ни с кем не воюют. А зачем право прохода? Непонятно. Действуют и живут какой-то своей логикой. Так. Стоит понимать. Понимать такой нюанс, что с восстаниями-то нам нужно бороться. И, конечно же, нужно обращать внимание на присоединение регионов. Для того, чтобы подавлять агрессивное расширение. Точнее, сверх расширение. Что там у нас с Мали? 68. Улучшено отношение на 182. Агрессивное расширение. Минус 84. Спадает присоединение вассала. Минус 45. Дало. Оно тоже спадает. Значит, мы можем с ними продолжать улучшать отношения. У нас из вассалов остались только они и... ПИЗАНЦЫ. ПИЗАНЦЫ. Что касается строительства, только дипломатические очки. Что там наши корабли? Собираем их в столичном порту и оттуда будем отправлять в наши флотилии. Можно даже отправить их всех в Азию. Это не наши ранние фрегаты. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ранних фрегатов. Выбрать. Распустить. И тоже в ЛИСАМОН. Присоединим там к основной нашей флотилии. Это май 1673. Повстанцы подавлены. Еще один дипломат вернулся. И... СЕВИЛЬЯ, да. Один фрегат отплывет у нас вот сюда тогда. СТОИМОСТЬ АРТИЛЛЕРИИ МИНУС ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. Хорош. Хороший модификатор как раз к войне. В Венгрии тоже покидает военную коалицию против нас. Из стран Европы там практически никого не осталось. Мирное присоединение. Сейчас посмотрим сколько будут эти... Присоединяются. По чуть-чуть. Очень неспешно. Годами будут присоединяться, к сожалению. Франция, Неаполь, Гильдерн, Ганза и коалиция португальская. Можем за Рим повоевать. Вот какое задание у нас висит. сколько тебе еще лет надо чтобы ты подрос 14 лет парню он еще не король 15 лет что ли что-то себе представлял в 13 лет править будешь чем ранее мне чем раньше тем лучше мне все равно какой тебе возраст равно решение буду принимать я раз у нас артиллерия будет дешевле давайте наверное займемся тем что их по нанимаем добавим в нашу в нашей армии 10 отрядов кавалерия есть есть нет есть и можно кавалерии парочку отрядов докинуть так называемая боевая подготовка 305 348 это мы спокойненько можем 43 тысячи добавить к нашей армии без каких-либо штрафов сверху до дикари восстают но мы их восстание сразу подавляем и нужно поспешить дабы нашу провинцию не захватили эти бешеные повстанцы против дании войну венеция приняла предложение о мире разорвется договор из швейцарии венеция выплатит 45 дукат 4000 у нас есть отправляем их эту тысячу отправим куда-то сюда пусть вступит в бой задержит врага на немножко так колония которая может развиваться самостоятельно это хорошая новость у нас колония работает отправить армию на защиту этой колонии обойти тут мы ничем не можем нужно нам это 1000 допустим нужная отправим ее куда-то вот сюда к этим трем тысячам которые тут расквартированы дабы заниматься порядком дженна их отведем чтобы они были на подхвате если что твом и найм все сюда так и колонист про колониста стоит не забывать а колонист мы хотели чтобы он занялся тут такие серьезные парни по 9000 и нужны корабли мальдивские острова какому торговому узлу вы принадлежите тоже тут давайте отправим колониста сюда и сюда же наверное перекинем торговые суда отправим небольшую армию я думаю нам тысячи тут хватит туземцы там свирепые и проследим заодно чтобы она прибыла именно по назначению подавили подавили сопротивление местных туземцев вот через сколько через двести пятьдесят шесть дней ой не скоро можно преспокойно это все дело отводить пока сюда наши корабли прибыли наш ранний фрегат ранний фрегат тоже сюда отведем сразу же их и подавили занимайтесь цейлоном эффективность производства минус пять процентов ладно три отряда создадим и здесь раз два три даже четыре отряда будет в каждом регионе по небольшой армии пока будем справляться с восстаниями направить деньги в казну так наталь станет производить зерно либо казна местное торговое влияние либо 20 дипломатических очков конечно дипломатические очки престиж увеличится на один просто замечательный день все еще регенский совет да что ж с вами не так то я жду когда начнут править нормальные люди ибо невозможность объявить войну меня расстраивает суахили мали и суахили а ну жаль суахили покидает военную коалицию против нас ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй тут так как страшно нашу тысячу сейчас уничтожат да неужели проиграли что что за злые ребята такие ладно проиграли и выиграли с повстанцами покончили сейчас еще одних повстанцев уничтожим главное них не забыть и принципе на этом можно будет наконец-то нашей доблестной державой правит король и мы можем воевать ох правда наследник лучше чем тот который есть плюс три военных очка плюс два дипломатических плюс одно административное но конечно вариант такой себе подобное рожает подобное к сожалению 330 тут надо сразу докинуть 160 сюда докинем 30 уже очков чтобы не возвращаться 95 60 тут не догонят 76 120 можно докинуть ну и ладно не догонят давайте везде еще по пять очков того у нас 245 можно спать спокойно подавили офигевших повстанцев сейчас посмотрим что у нас 200 326 мы еще можем нанять приличную армийку и перебросить часть войск а тут у нас 6000 3000 пехоты в общем то подготовкой к войне и самим самими военными процедурами мы наверное уже в следующем видео будем заниматься сейчас 20 марта ну подождем конец месяца и на этом серию закончим король есть бургундия предлагает заключить династический брак сплестись более мощными узами и связями как мы это привыкли делать с австрией портятся отношения поэтому дипломата направляю улучшать эти отношения все 1 апреля заключение мира и подготовка к новой войне у нас пока действуют хорошие модификаторы по этому поводу надо брать брать врага живьем 71 все снижается тут отношения у нас потихоньку растут скоро и мали тоже будем присоединять плюс наверное нужно повоевать все таки несколько стилей как мы хотели за колонии а так как мы можем взять под свой контроль дополнительных вассалов стиле себе новую войну придумала не они себя доведут то наверное против великобритании и нидерландов повоевать это будет действительно стоящая португалии война выделить вассалов на их территориях и заниматься этими вассалами так как местечко у нас есть да так и будет хорошо друзья ну если что оставляйте комментарии буду корректировать в зависимости от того какое из мнений оставленных вами или предложенных мной окажется самым разумным интересно с кем с грузии россии полоцком и украины в общем вставлены пока основные наши конкуренты чехия надеюсь тоже воюет в коалиции против португалии а вот чехию стоило бы взять в союзники они нас любят а мы их ой мы их не любим к сожалению очень не любим и никаким браком дипломатическим этого не исправить а союзник был тот что надо был бы покруче наверное даже австрии но может и хорошо что сильные являются нашими противниками хватает бургундии когда-то мы ей займемся если успеем по длительности нашей компании нас впереди еще как минимум 150 лет есть так что что-то таки успеем хорошо друзья хорошего вам настроения и удачи в жизни и в делах